Аэропорт Хитроу Пассажирский самолет Boeing 707-121 с именем Clipper Washington авиакомпании Pan American готовится совершить рейс 115 в Нью-Йорк с промежуточной посадкой в Гандере. На борту самолета находятся 119 пассажиров и 10 членов экипажа. В состав экипажа вошли командир воздушного судна 46-летний Уолду Линч, второй пилот 49-летний Сэмюэль Питерс, бортинженер 44-летний Джордж Синеки и штурман 41-летний Джон Лерт. В салоне самолета работают 6 бортпроводников. В 18 часов 15 минут Boeing 707 вылетел из аэропорта Хитроу. Согласно плану, полет до Гандера должен был проходить в инструментальном режиме, то есть по приборам, а весь полет длится 4 часа 58 минут. Маршрут нашего самолета проходил следующим образом. До пересечения Южного Шанона самолет должен следовать на 285-м эшелоне, после чего занимать 310-й эшелон и следовать над Атлантическим океаном до самого Гандера. Когда самолет пролетал над Атлантикой, рейсу 115 повстречался грозовой фронт, сопровождавшийся сильными грозами, причем полет проходил через вершины облаков, где наблюдались небольшое обледенение и умеренная турбулентность. Потряхивает немного. Запроси разрешение подняться до 350-го, так спокойней будет. Гандер, Панамерикан 115, у нас на маршруте грозы и турбулентность, разрешите подняться до 350-го. Панамерикан 115, занимайте 350-й. Экипаж получил разрешение от диспетчера подняться до 350-го эшелона, то есть занять высоту 10700 метров. На данной высоте полет уже проходил в спокойных условиях, под ясным и звездным небом. Примерно в 21 час 50 минут командир Линч вышел из кабины в салон. Полет в это время проходил под контролем автопилота со скоростью 0,82 маха или 536 км в час. Небо в это время было ясным, а температура воздуха за бортом составляла минус 55 градусов по Цельсию. В кабине в это время находились второй пилот Питерс, бортинженер Синеки и штурман Лерт. Все были на своих местах. В 22 часа штурман Лерт сказал, что для корректировки маршрута надо довернуть влево на 20 градусов. Поэтому второй пилот Питерс вращением ручки хеддинг-селектор выполнил доворот. После чего по своему радиокомпасу убедился, что самолет лег на новый курс и сохраняет его. После чего второй пилот совместно со штурманом начали производить расчеты оставшегося времени, расстояния, крейсерскую скорость и расход топлива. Командир в это время отсутствовал, а второй пилот был полностью сосредоточен на документах. Поэтому за приборной панелью фактически никто не следил. Неожиданно второй пилот Питерс почувствовал толчок, а также его начало вдавливать в кресло. Это что такое? Все почувствовали? Да, что-то трясет. Затем возник еще толчок, после чего правая половина приборной панели погасла. Поэтому Питерс быстро глянул на все еще освещенную левую половину панели и заметил, что авиагоризонт командира перестал работать. Тогда Питерс поднял взгляд и увидел, что звезды в окне стали быстро вращаться против часовой стрелки. То есть авиалайнер входил во все увеличивающийся правый крен и уже собирался перевернуться на спину. Мы переворачиваемся? Да что происходит? Второй пилот схватил штурвал и, выключив автопилот, попытался отклонением штурвала влево предотвратить вращение. Но возникающие перегрузки не давали ему это сделать. Также периодически стали включаться различные системы оповещения и пожарная сигнализация, а затем раздался предупредительный сигнал о превышении скорости. Самолет в это время пикировал в Атлантический океан со скоростью 1100 км в час. Когда командир с трудом попал в кабину, бортинженер Синеки сказал ему, что двигатели все еще работают на номинальном режиме, поэтому командир Линч перевел их в режим малого газа. Из-за высоких перегрузок всех в кабине прижимало к полу и им было трудно шевелиться. Командир глянул на приборы и увидел, что стрелка указателя скорости находится чуть правее нулевой отметки, а высотомер показывал уже 5200 метров. При этом его стрелка очень быстро вращалась, а авиагоризонт не работал. Боинг в это время летел сквозь облака, поэтому визуально определить его положение было невозможно. Глянув на второго пилота, который пытался бороться с перегрузками, командир крикнул, «Управление у меня!» Также обнаружилось, что горизонтальный стабилизатор установлен на пикирование, при этом система управления углом наклона не хотела отключаться. Общими усилиями экипаж смог побороть крен и стабилизировать самолет, тем самым устранив перегрузки, после чего бортинженер наконец смог отключить электрический привод стабилизатора и, переместившись к панели, стал вручную вращать оба колеса, переведя самолет в нейтральное положение, после чего авиалайнер благополучно начал набирать высоту. Проверив приборы со своей стороны, командир убедился, что радиокомпас и один из гироскопов работают нормально, после того, как при переключении на другой гироскоп, авиагоризонт начал показывать крутой крен. Экипаж доложил о случившемся в Гандеровский диспетчерский центр, на что получил указание подниматься и занимать 310-й эшелон, то есть высоту 9400 метров. Подъем до указанного эшелона прошел нормально, после чего экипаж в директорном режиме, то есть осуществляя ручное пилотирование, продолжил полет и вскоре благополучно приземлился в аэропорту Гандера. Дальнейший полет пассажиров и экипажа до Нью-Йорка продолжился на другом самолете Boeing 707 авиакомпании Pan American. Осмотр самолета показал, что его конструкция получила значительные аэродинамические повреждения. Были изогнуты оба стабилизатора, повреждена обшивка в задней части крыла и деформировались подвесы всех четырех двигателей. Тем не менее, было признано, что самолет способен самостоятельно долететь до завода Boeing в Сиэтле для ремонта, а после ремонта самолет был возвращен на пассажирские маршруты. После тщательного расследования, следователи пришли к мнению, что во время полета произошел отказ одного из гироскопов. Этот отказ был несущественным, так как гироскопов в системе несколько, и они дублируют друг друга. Затем, когда самолет выполнил доворот влево и стал выравниваться, автоматика задействовала систему выравнивания, подключив ее, однако, на неисправный гироскоп. Поэтому возникло нарушение в работе автопилота, и тот отключился, о чем пилотов оповестила световая сигнализация. Однако уже при осмотре в Гандере обнаружили, что яркость лампы была снижена до минимума специальной шторкой, а поэтому свет от нее не бросался сразу в глаза в освещенной кабине. В отсутствие командира второй пилот должен был следить за приборами, но вместо этого он был полностью поглощен документами и не заметил, как авиалайнер постепенно начал уходить в правый крен. Автомат тяги, который поддерживает заданную скорость самолета, не был включен на поддержание числа маха. Поэтому, когда скорость стала расти выше допустимого, двигатели продолжали работать на полную мощность, тем самым только разгоняя и без того пикирующий авиалайнер. Также не совсем понятно полное отклонение стабилизатора на пикирование. Наиболее разумное объяснение, что когда командир в условиях сильной перегрузки садился в кресло, он мог непреднамеренно передвинуть ручку его системы управления, что привело к возрастанию перегрузок, из-за которых произошло разъединение контактов в управляющих реле. Потому стабилизатор после этого перестал реагировать. Виновником инцидента следователи назвали второго пилота, который не следил за приборами, а потому не заметил нарастающий правый крен, пока самолет не вышел из-под контроля. Сопутствующим фактором стало полное снижение яркости лампы отключения автопилота и выключение системы поддерживания числа маха. По результатам расследования, командир Линч был оштрафован, а второй пилот Питерс лишен свидетельства пилота на полгода. Данное происшествие четко показывает, насколько важна каждая деталь полета и как малейшая ошибка или невнимательность экипажа может привести к катастрофическим последствиям. Но самое главное, из всех находившихся на борту 129 человек, никто не пострадал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова